Ирисами. Несколько очень здравых советов призывникам. Чан. 28, 2015, 18, 34. Советы хорошие и даже не хочется что-то писать от себя, а потому читайте и следуйте. Внимание важно, возможно ниже написанное спасет вам жизнь. Камрады очень прошу распространяйте, это рекомендации от адвокатов которых я лично знаю. Учитывая последние тенденции, а именно распространение в последнее время в сети информации о якобы правильных действиях при нежелании призываться по объявленной мобилизации. Хотелось бы сказать следующее. В указанных рекомендациях предлагается подавать в военкомат заявление приведенного в сети образца. Типа. http colon slash slash voiceovers.ru slash Это представляется категорически неправильным. Звучит это заявление вроде бы красиво, но мы забываем. Несколько вещей. Во-первых, за последнее время Верховной Радой Украины утвержден ряд изменений в законодательстве относительно мобилизации с крайне размытыми формулировками, которые в принципе позволяют хоть и с большой натяжкой, но говорить, что нынешняя мобилизация проводится в рамках закона. Во-вторых, проблематично добиться признания незаконности данной мобилизации сейчас, когда судьи напрямую говорят о разбушевавшемся в отношении их терроре за политически неправильные решения. В-третьих, подписав и передав в военкомат в обмен на повестку либо просто так, данное заявление вы практически подтверждаете как то, что вы знали о мобилизации, так и то, что хотите служить. Реально это уже практически сформированное уголовное дело с явкой с повинной и вашими собственноручными пояснениями. Этого практически достаточно, чтобы сформировать против подавшего такое заявление уголовное производство и в кратчайшие сроки предъявить подозрение, обвинение и направить дело в суд для вынесения приговора. В-четвертых, имея под рукой практически уже завершенное уголовное дело, которое почти полностью формируется на основании вашего заявления, вас будет гораздо легче ломать и принуждать взять в руку оружие. Реально оптимальным алгоритмом в сложившейся ситуации есть неполучение повесток. Крайне трудно собрать доказательства того, что вам повестку попытались вручить, а вы ее не взяли. Это первый рубеж обороны, который должны держать вы и ваши близкие. Он самый главный, нет повестки и нет проблемы. Кто бы вам ее не давал, не брать. Тут целесообразно повторить уже публиковавшиеся советы под фото бравого швейка. Вчера, кстати, было общение с очень грамотным следователем на эту тему. Он тоже высказал мнение, что при наличии такого заявления уголовное дело очень легко оформить и потом уже человеку говорить, или реальный срок, или армия, причем клятвенно обещать, что в а то его не пошлют. И что при грамотном подходе 80% из написавших заявления преспокойненько отправятся служить. Еще пара слов относительно религиозных мотивов. В Украине до сих пор действует закон об альтернативной службе, в котором сказано, что государство по требованию обязано обеспечить альтернативой службе с автоматом. Причем в нем требуют справку от религиозной организации. Сейчас с этими справками туго истолкнувшись с тем, что справку получить сложно тем, кто действительно не относится к действующей религиозной общине. Скажем, баптистов многие отказываются от этого способа уклонения от взятия в руки оружия. Однако у нас до сих пор декларировано в Конституции Украины свобода совести и тут у каждого может быть хоть персональный бог. Не запрещено. И мой персональный бог мне воевать не велит. И вот тут можно и разбираться и судиться. Но образец заявления следующий. Мои религиозные убеждения и верования не дают мне возможности брать в руки оружие. Прошу в порядке установленном Конституцией Украины и законом обеспечить меня возможностью прохождения альтернативной службы. Специально не указаны статьи, чтобы не сужать возможность маневров в случае необходимости. Однако подавать такое заявление желательно не ранее того, как вас каким-либо образом притащили в военкомат, или когда нужно обоснованно покинуть ряды армии. Уверовать в то, что держать в руках оружие плохо и недопустимо вы можете в любой момент. Удачи всем! Стойкости и здоровья! Мобилизация Leave a comment, read comments 114 Мобилизация